Политика дама ветрено, изменчивая. Я хотел бы вне вот такого дамского отношения, назовем это условно так, представить по возможности образ Польши, не зависящий от того, как мы видим. Мы жители другой страны, мы наследники другой культуры, наследники другой истории. Проблема состоит в том, чтобы не воспринимать другую нацию, другую страну, другой народ с точки зрения того, что свойственно нам. И слава Богу, что существуют разные культуры, разные страны, разные народы, и они имеют право существовать в соответствии со своей традицией, со своими историческими традициями, со своими воззрениями, со своим укладом в жизнь. И с этой точки зрения не нашей, или какой-то другой, а с точки зрения того, какова Польша и поляки сами по себе приблизить вам по возможности эту страну и этот народ. Начнем хотя бы с того, вот у нас проблема возникла. День национального единства. Он уже не отмечается. В этом году, если вы обратили внимание, вот теперь в эти дни столько публикаций будут идти, а почему и как народ не принял это. Это была абсолютная абстракция. Придуманный праздник. И поэтому он не вошел в сознание народа. Все, что придумано, оно не может стать своим. Вот День Победы нельзя придумать. Это вот то, что пережила каждая семья. Это действительно праздник. А вот такое придуманное извне, испущенное вниз, оно рано или поздно уйдет в небытие. Как из небытия это появилось. Вот нынешний праздник поляков не нужно придумывать. Это связано с их историей и с их очень трудными, тяжелыми событиями, драмой народа, который был лишен собственной государственности. И который в течение 123 лет, если точно сказать, по 1795 году, когда была ликвидирована польская государственная соседка, который в течение этих 123 лет сохранял себя как нация. И более того, сражался за свое самосохранение. Не только сражался с орудиям рукава. Он сохранял свою культуру. Я вам скажу, что на меня... А культура это вот... Это та самобытность, это та тождественность национальная, без которой народ не существует. На меня в давние-давние еще годы, какое впечатление самое сильное впечатление было. Было масса впечатлений, но самое сильное. Это не памятники польским писателям, музыкантам, полководцам. Не вот та литература и фильмы, знаменитая польская школа, киношкола, которая у нас была так популярна, начиная с Вайдов, в Советском Союзе. Нет. Я был в Познану. И, блуждая по городу, я люблю ходить пешком, чтобы познать что-то без всяких сопроводителей. И вот я набрел на здание театра. И там сохранилась надпись со старых времен, с золотыми буквами, металлами. Народ себе. Вот давайте задумаемся. Это потрясение было. Эта часть Польши принадлежала Германию после раздела. И вот на собственные сбережения народ собрал деньги, выстроил свой национальный парт, театр. И там был польский репертуар на польском языке. Народ себе. Вот для меня это было самое сильное потрясение, которое свидетельствует о том, как-то сильна. Вот это национальное самосознание, в лучшем смысле этого слова. Национальное самосознание, национальная память и национальная мечта. О том, что несмотря на то, с чем они столкнулись, они существуют как народ. И как я озаглавил свой доклад, наверное, это было в интернете, да? Еще Польша не погибла. Я думаю, как мы озаглавили вот это то, чем я хочу вам предвнизить, эту страну. Это слова польского национального гибра. А дальше. Еще Польша не погибла, пока мы живем. То есть, страна раздавлена, как государство. Она не существует, но мы живем. Вот пока мы живем, это их страна, это их культура, наша страна, наша культура для них. Она здесь, в сердце каждого человека. И пока мы живем, с нами вместе, в нашем сознании живет наша страна. Причем, ну гимны обычно создаются. Они пишутся. Боже, царях они, брат Битании, или Дойче и Дойче убирались. В Германии превыше всего. Вы знаете, какое значение для каждой страны имели эти деньги. А у них? Это была военная песня. Она, Польша не погибла. Это, как бы, мазурка. В стиле национального танца мазурки, который, кстати, Польша дала Европе. Вы знаете, как популярны были мазурки и полонезы. В России. Во все времена. Не помните хотя бы. Ивана Сусанина, или «Жизнь за царя», первое начальное название этой оперы. Польша, где полонезы, мазурки звучат там, обладают такой протягательной силой. Кстати, еще один пример. Как искусство оказывается сильнее Марса, бога войны. «Жизнь за царя» — это была первая русская патриотическая опера. И вот там польский акт, когда польские одежды, польские шляхетские позы, оружие. И вот когда поднимался занавес, то, как это традиция возникла, русская публика во главе с царем, первая постановка в 1838 году, зааплодировала. Кому аплодировали? Аплодировали врагам, которые скоро должны убить главного героя Ивана Сусанина. Вот эта культура, эта лишняя культура, вот эта красота, вот этот блеск. Причем вот это оказалось сильнее, вот сильнее ненависти, сильнее враждебности. И надо сказать, какое значение имела польская культура в России. И, безусловно, сейчас об этом нет времени говорить, может быть, в другой раз. Такое колоссальное значение польской культуры, начиная с 17 века, получило распространение в России. И, ну, один только пример. Кондратий Рылеев, которого мы знаем, ну, прежде всего, как декабристов, одного из пяти повешенных руководителей в Астане, декабристов. Ведь он в свое время был известен как крупнейший русский поэт. На факультетах филологии в наших вузах до сих пор изучают его поэзию. Специалисты хорошо его знают. Так вот он был одним из тех, повторяем, один из тех, который великолепно знал польский язык. Польский язык преподавался, кстати, в славяно-греко-латинской академии. То есть до конца 18 века. И вот он на великолепном русском языке, польском языке писал Немцевича. А Немцевич – это польский писатель, прозаик, драматург и при этом адъютант Костюш, который вместе с ним сидел в Петрохладской крепости. То есть и национальный писатель, и национальный герой, которого Павел I после смерти матушки Екатерины выпустил на свободу. И он писал вот этому Немцевичу. Смею вас доверить, на великолепном польском языке, смею вас доверить, почти дословно цитирую, что иных бригад не вы. Есть люди, которые великолепно знают польский язык и ценят произведение, и перечисляют. Начинает поэта 16 века с ренессанса, польский ренессанс, Пахановского, умеет ценить польских поэтов и считает себя вашим учеником. Это просто одна маленькая иллюстрация, насколько польская поэзия была, литература была распространена, известна в России. Я же не говорю о популярности Мицкевича, который часть жизни, как вы помните, провел здесь, в России, в Петербурге, обрел столько русских друзей. Так вот, именно культура, культура, которая помогала нации существовать без государства. И в связи с этим обращаюсь еще к одному, вот это, национальное своеобразие. Мы, мы, мы. Пока не государство, не царь, король, не бог. Пока мы живем. Тут мы сталкиваемся с совсем другим менталитетом нации. Мы, в сознании которого, не человек для государства, главная ценность. Государство для человека. И тут мы сталкиваемся с еще одной особенностью польской нации, с этим польской культуры. Почему вот так резко, обостренно складывались отношения между Россией и Польшей? Как вы знаете, у нас совсем иное наследие, совсем иная идеология с самого начала. У нас самодержавие, самодержавие, которое создавало государство, которое подчиняло в СИПИ личность, личность для государства. Как выглядело польское государство? У нас речь посполитая. У нас на картах, я помню еще в студенческие, в школьные годы, что за речь посполитая, никто мне не мог объяснить. Никто такой посполитой, который держал речь. И в поздние годы, будучи студентом, наконец-то я дошел до учебника, почему-то не объяснило. Это польская калька с латинского языка. Латинский язык, потому что, как вы помните, в Западной Европе образование было на латинском языке. Образование до 18 века, дипломатия, наука, в том числе русская наука. Русская академия, основанная Петром Первым. Латинский язык, ну, скажем, декадуал такую роль, может быть, даже большую, чем ныне английский. Это польская калька, республика. Общее дело. То есть, Польша была республикой в соответствии с той системой, которая была создана. Создавалась она постепенно с 14 века, особенно в 16 веке. Это уже век ренессанса Польши. Как и на Западе, на всем Западе. Это, естественно, сословная республика. Войной она и не могла быть. Обспомню, кто у нас, да и в других странах, в других государствах, создавал искусство, литературу, идею, вообще национальную идею. Высший слой. Итак, дворянство. В России это было дворянство. В Польше это было шляхта. Но совсем другим путем пошла история Польши и история этого сословия. По существующим подсчетам, в 14-15 веке шляхта насчитывала, в зависимости от разных земель, от 8 до 10-12 процентов населения. Аналогов нет. Нечто подобное было в соседней Венгрии, еще в Испании, где шляхта дворянства сыграла такую роль. Но в Польше вот эта шляхта называла себя рыцарским сословием из Средневековья. Это не была метафора. Это действительно рыцарское сословие, которое существовало во всех странах. Опять-таки, в Западной Европе. И в Польше шляхта это была часть этого самого рыцарского сословия. Ну, все мы хорошо знаем рыцарскую этику. Индивидуальную чувство чести. И все прочие этические, которые я не буду причислять, мы все это хорошо знаем. И вот, в период, когда на Западе складывалась сословная монархия в 13-14 веке, в 15 веке уже рассвет, в Польше складывалась вот эта сословная республика. То есть, да, это республика, это меньшинство, это шляхты. Ну, не монархия сословная, во главе с королями. Но республика этого сословия. Черт, не так? Республика этого сословия. Как осуществлялась роль этого сословия, в связи с этим, как складывалась система правления, государства на этих землях. Земля, выражаясь в современном языке, область, отдельные области, княжества, на общем собрании дворянского выбирала своих представителей, которые затем делегатов, выражаясь в современном языке, которые затем в центре выражали, предоставлены, интересы данного сословия в данной земле. Поэтому это была еще особая федерация. Король должен был учитывать местные потребности. А кто лучше всех знал местные потребности? Местные дворянцы. Более того, постепенно, чтобы сплотить государство после феодальной разробленности, начиная с начала 14-го века, он должен был опираться на эту шляхту. Опираясь на эту шляхту, он, естественно, должен был предоставлять ей определенные привилегии. И вот эти привилегии постоянно нарастали. Потому что если король хочет поддержку, он должен считаться с интересами вот этого дворянца. И так, к концу 15-го века, вторая половина 15-го века, возникает парламент, уже тогда, польский парламент, Сейм и Сенат. В Сенате, Сенат, три сословия, три сословия, король, одно сословие, аристократия и высшее духовенство. И Сейм, то есть вторая палата, низшая палата депутатов, это избранные отдельными землями депутаты в шляхте, которые представляли свои интересы. И без решения вот этого шляхетского большинства в парламенте не могло приниматься ни одно общее государственное решение. Отсюда нам понятен еще такой парадокс. В 16-й век, следующий, я говорю о 15-й, да, 1384-й год, еще вот эта культура, первый польский университет, существующий до сих пор, в Кракове создается. И это уже свидетельство развития культуры, создаваемой вот этим сословием. То есть речь шла не только о привилегии, речь шла о том, как они представляли себе культуру. Университет – это не некая национальная ячейка наше позднейшее представление. Это уни, универсальная. То есть в этом университете, наряду с польскими учеными, работали ученые всех стран, к западу. И студенты были, не только польские студенты, студенты из других стран запада. Откуда это взялось? Да потому что начиная с 13-го века поляки, опять условно говорю, поляки, жители польских земель, независимо от основной принадлежности, обучались в университетах запада. Это прежде всего Италия, особенно Италия была популярна, позднее Германия. Отсюда уровень, уровень образованности, это определенное состояние распространения культуры. Кстати, эти студенты могли принадлежать к разным сословиям, не обязательно шлахетским. Например, крупнейший поэт, латиноязычный, польского 15-го века, Клименс Яницкий, президентский сын. В 16-й век высшая палата Сенат по сохранившейся документации около 80% депутатов Сената были люди с университетским образованием, то есть польским, западным европейским. Вот это уровень культуры, по которым на культуре зависит мышление, человек. Отсюда зависит и то, что мы называем государственным устройством, и то, что мы представим как развитие страны. Но вспомним, Коперник в это время возникает, ни с того, ни с сего. Это вот уровень культуры, а помимо Коперников существовал еще целый ряд ученых, в то время польских ученых, с европейскими именами. Просто Коперник уже вошел в историю. Точно так же литература, поэзия этого времени. Это же была часть европейской поэзии, кстати, в силу вот такой особенности республики и образованности. Польша единственная славянская страна, которая прошла все стадии такого классического западноевропейского развития, то есть в Средневековье, возрождение, барокко, просвещение и так далее, и так далее. У нас фактически, помните, это европейское развитие, в основном это 18 век, и как Пушкин, знаменитая статья Пушкина о ничтожестве русской литературы. Кстати, мне нужно понимать эти слова Пушкина в нашем нынешнем понимании ничтожестве. Этот термин ничтожество сохранился у юристов, в том числе у наших юристов. То есть, то, что не имеет значения. Не имело значения все, что было до сих пор, и то, что мы считаем великим наследием начинается в Дневековье, русские летописи, у Пушкина было традиционное западноевропейское восприятие, билетристика художественной литературы. Так вот, художественная литература в России начинается вот для Пушкина современно державенно. То есть, вот опять-таки ничтожество. А у поляков, повторяю, в силу вот такой системы и такого управления, и такой роли дворянцев, повторяю, феномен многочислости этого дворянца. Поэтому она могла создавать свое государство и называла наше государство государственным народом. Государство, которое зависело через парламент от этого правящего большинства. Кстати, у нас существует понятие креативное меньшинство. Ну, так всегда, когда мы задумываемся, никто руководил наружу. Красивые слова все народ все творит. Народ творит под руководством, под руководством, группы, определенных гений, вождя. Но это креативное меньшинство. Это пошло от Арнольда Тойнбе, известного английского историка и теоретика цивилизации. Когда мы задумываемся даже над историей своей страны, мы без этого креативного творческого меньшинства мы не можем себе представить историю своей собственной страны. В данном случае это типично для всей истории, но у поляков вот это своеобразие вот это многочисленное дворянское сословие, которое создало государство для себя в соответствии со своей этикой, рыцарской этикой, как они называют, рыцарское сословие. Это истинка была рыцарское сословие с точки зрения рыцарской культуры современного Запада. Они были частью Запада, это же существует сведение, что польские рыцари принимали участие в крестовых походах и ничего удивительного в этом нет. Так вот, эта демократия, сословная демократия, естественно, не могла не развиваться, имея свои подъемы и свои упадки. Определенный упадок наступил в 17-м веке, это сплошное столетие войн, внутренних и внешних. Тогда, кстати, было расстание Богдана немецкого война с Украиной, но это был шведский поток, шведы захватили чуть ли не днее все сами, не буду перечислять, но это был упадок, потому что каждая война несет упадок культуры. И именно в этот период мы уже не можем говорить о той высокой политической культуры, которая существовала в ренессансном в 16-м веке, вот когда я говорю, 70% сената индисуниверситетского образования. И тогда-то через парламент было проведено проведено по польскому уставу решение либеровым в этом. То есть если хотя бы один депутат не согласен, решение в Сейм они проходят. С одной стороны, это было высочайшее развитие вот этого индивидуализма. Нужно учитывать решение меньшинства, решение всех. С другой стороны, политической жизни вот это один, она должна была быть высокой культурой. Они все, как я уже сказал, в этот период обладали этой высокой культурой. И вот срыв Сейма благодаря введению вот этого ввела к расшатыванию вот этой системы шлахетской демократии. Вторая половина 18 века это развитие этой системы демократии в русле идей Франции. Французского переворота, французской революции. И вот эта идея шлахетской демократии начала насыщаться идеями французской революции. И вследствие этого в 1791 году поляки принимают первую в Европе конституцию, когда-то мы здесь об этом говорили. Первую Европу, вторую в мире. Первая в мире была североамериканская. И вот это развитие шлахетской демократии в сторону над сословно привело к тому, что началась постепенная ликвидация польской независимости соседними абсолютистскими державами. Это Австрия, Пруссия и Россия. Как я так же сказала, французская зараза. Боясь, помимо всего прочего, этой французской заразы, которая непосредственно приблизилась к абсолютистским государствам. В результате в 1795 году третий раздел Польши и польская карта была стерта с политической карты Европы. Но вот эта песенка смазала. Поляки около 35 тысяч. Многие эмигрировали, целая армия уходила за рубеж. Они влились в состав французской революционной армии. Первый консул, Наполеон еще не стал оператором, первый консул. И вот они сражались в составе революционной армии, французской, на территории Италии. И опять же слова этой песни, доставшей гимной. Сражаясь за чужую свободу, там, итальянская земля, мы придем с итальянской земли на родную землю. тесное соединение вот этих, выражаясь современным языком, интернациональных, наднациональных идей, тесно связанных с идеей своей родины, уже изменившейся, вот эта новая конституция, которая приняла в 1991 году, это была конституция, которая выходила, собственно, за рамки одного сословия. И там сражались польские легионы, вот руководством генерала Диана Анатольевна Домбровского, что сопротивляли эти легионы, это около 35 тысяч человек. Офицеры обращались к солдатам, а это недавние крестьяны, кто был солдат, в Вене, вежливо, впервые они создали школы, где солдат обучали грамоте и тому, что называется новой политической культурой. То есть и солдат создавали граждан. И благодаря этим легионам, кстати, они писали знаменитую традицию в истории наполеоновской армии, например, почему Наполеон так ценил поляка. когда Наполеон вторгся в Испанию, они не могли пройти через узкое ущелье Сомасиер наполеоновской армии. Артиллерия задержала десятитысячную наполеоновскую армию. И когда Наполеон оборвался к полякам, покажите себе то, что им обещал, с нами вы обретете государственную независимость, покажите себе достойную любви независимость. И вот эскадрон во главе с капитаном Козитульским проскакал 10 километров, саблями уничтожил эту батарею и сделал проход для французской армии. Если кто-нибудь из вас помнит, у нас шел фильм Вайде, того же самого Вайде «Пепел» по произведению Жеромского, там прекрасно показывает атака польских колорезов. И единственный гимн, кстати, это песенка, солдатская песенка, она так называлась «Мазурка Тамбровская». Она начинает больше раздавленную тогда еще играть роль национального гимна, песенки. Никто ее сверху не насаждал. Мы живем, пока мы живем, в Польше живем. Мы с Бонапартом покажем там слова и мест прозы излагают. Как можно побеждать с Бонапартом? Единственный национальный гимн, где фигурирует чужой вождь, чужой герой, чужой военачальник. И благодаря этому создается Великое герцогство Варшавское Наполеон из части польских земель. А затем поход 1812 года, когда польским походом Наполеон обещал уничтожить, победить Россию, Пруссию победил, Австрию победил, восстановить польскую независимость. Ну тут парадокс был, который потом продолжался до конца историю Польши. С одной стороны наполеоновские армии сражались поляки, а с другой стороны те же самые поляки сражались в составе русской армии. Это мы хорошо знаем из русской истории. И это проблема поляки с двух сторон, поляки против поляков. Но результат наполеон выиграла прежде всего мощь России. И на Венском Конгрессе Александр Первый добивается того, что создается царство польского на части польских земель. Королевство польское, потому что у них нет понятия царь, у них есть понятие король. Поэтому королевство польское. и это первая страна или первая нация, скажем так, в пределах России, которая получает конституцию, как мы знаем хорошо из русской истории. Александр Первый дарует полякам конституцию, конституции королевства польского. Королевство польское существует как унитар, связанное с Россией государством под короной одного царя или короля. Но у них своя конституция, своя армия, своя армия, свое правительство, свой сейм, только общий король. Это возрождение государственности. и в связи с этим необыкновенная популярность в этой связи России и Александра Первого в Польше. Те, кто бывал в Варшаве, помнят в центре Варшавы в античном стиле костел Святого Александра на площади Терпрестов. Это костел Святого Александра. Он построен в честь русского императора. И построен в честь коронации Александра Первого на польского короля. То есть для русских он был русским царем, короновался в Москве. Москва оставалась местом коронации у всех царей. А в Польше он короновался на польского короля в этом костеле в честь своего имени. И тут начинается опять. Но со времен после смерти Александра Николая Петрова Александра был последним наследником универсальной монархии которую создал Петр Пиров. То есть он опирался в свою деятельность универсальной монархии абсолютно лишил на какого-то национализма не помню не до Петрова так сколько там было иностранцев среди первых русских академиков а потом при Екатерине это достигло расследований не существовало национальных признаков. То есть все были равны в служении своему государству понятия политической нации. При Николае Первом начинает создаваться общий процесс Европы. Тенадцатый век это формирование наций и национальных государств. И Николай средствами соответствующими русской системе самодержания создавал современную русскую нацию в контексте формирования современных наций в Европе. Вот тут возникает но когда перестают считаться с королевством польским он же одновременно является и королем польским Николай и начинается нарушение конституции дарованным Александром Первым а мы помним эту этику это гражданское самоосознание именно гражданское самоосознание польской шляпки далее во главе армии армии царства польского стоит брат Константин брат Александра брат Николая который вершит свое правление так как это делал его батюшка так как делали делали это по отношению не только к солдатам но к офицерам в российской армии то есть орет перты может дать морду выражаясь простым языком что нетерпимо польские офицеры не могли вызвать его на дуэль однозначно такие вещи на западе решались дуэль не могли потому что они присягали а раз присягали ты не имеешь права потому что присягали на верность данные особи в лице государства ты уже не можешь уже не персонально с ним сражаться но он присягает власть и они стрелялись было масса самоубийств польских офицеров единственный офицер который вызвал на дуэль Константина это был хорошо нам известный Лунин будущий декабрист а почему он его вызвал он ему не присягал герой войны с Наполеоном кстати он ему не присягал и потом он вызвал его на дуэль и Константин оплотнулся и в общем принес ему свои извинения как аристократ 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 гранили но вот это насилие это я говорю насилие в армии но насилие в низнее неуважение конституции насилие в судах и в сейме вызвало восстание вызвало восстание пояков которые не могли с этим терпеть а до этого помните я не говорил но помните после второго раздела из истории русской русско-советской истории русская история так называлась история в школе когда я учился восстание Костюшка так это первое национальное восстание и вот это второе национальное восстание 1830 года ноябрьское восстание и опять-таки оно вызвано насилием у Костюшка насилием над внешними врагами которые ликвидировали окончательно польскую государственность а тут насилие уже не над врагами а над теми с которыми мы существуем как бы в едином государстве но нарушающим наши права и нашу этику нашу индивидуальную варянскую этику кроме того нужно еще вспомнить что вот эти восставшие официанты года молодые офицеры у них были связи этих подпольных организаций до этого с будущими декабри декабристами в том время 25 год у них были прямые связи с декабристами и были планы совместного выступления вспомним русскую правду Пестеля проект русской конституции откуда Пестеля вдруг появляется свобода поляков не в силу демократии потому что его конституция была достаточно твердая в соответствии с его представлениями о сильном государстве и сильном правителе но он знал что поляков зная вот эту особенность истории государства и вот этой элиты которая представляла собой национальную культуру национальное самосознание то есть шляфетское сословие ее нельзя ассимилировать такие не подлежат ассимиляции в силу того что это вот внутри у них заокодировано выражается в армейском генетическом невозможно поэтому в программе Пестеля северное общество как облицет свобода Польши при условии что создается независимое польское государство состоящее в постоянном союзе с Россией и эти польские заговорщики должны выступить вместе с декабристами против общего царя программы так как общий срыв общее восстание планировалось это апропо того что русские того времени мыслящие русские того времени прекрасно осознавали своеобразие этой нации и невозможность управлять ею так как можно было управлять вот в стране с абсолютической системой самодержавия я имею ввиду не только Россию абсолютизм был я уже сказал в Австрии современной Австрии современной Пруссии там другое гражданское сознание было другая культура другое само понимание и отсюда часто занимаясь другим народом другой культуры в стремлении понять слава Богу разные народы разные культуры иначе что есть казарма одного цвета и одного образа мысли но мы понимаем лучше начинаем понимать и себя и свои отличия и свои особенности почему у нас так а не это так вот польское восстание 1830 выступало под лозунгом за нашу и вашу свободу а кому было за чего вашу свободу а это было обращено к русским войскам к русским офицерствам к тем русским которые уже были связаны с тем мировосприятием которое характеризовало и ту часть дворянства которая была непосредственно связана с декабристами вот эта связь выступили пять лет спустя после разгрома декабристов 30-х год выступили против того же самого царя Николая против той же самой системы против которой выступали декабристы и далее освободил Варшаву первая массовая манифестация в Варшаве свободной Варшаве свободной столицы толпа несет пять гробов как вы думаете откуда это пять цифра пять вдруг вспомним нашу историю русскую историю вспомним декабрист ну пять казненных декабристов память о пяти декабристах вот они начали вот казалось бы против России какой России вот именно какой России какой системы а не России как таковой и против русских как таковой вот вспомним это что объединяло восставших поляков с восставшими декабристами казалось бы торжество свобода Варшава наша пять гробов в честь повешенных декабристов кстати среди декабристов был Орлеев которого я перед этим рекоменовал естественно восстание было подавлено преобладающими силами вспомним громадную империю великолепную организацию русского войска но вспомним что было дальше на продолжение всего 19 лет 20-30 лет очередные восстания 20-30 лет следующий крупнейший я уже не говорю о восстании 46-го года крупнейший восстание 63-го года несколько слов о нем не скажу но откуда эти 20-30 лет этот период не могли вопреки казалось бы вот таким чувством собственного достоинства не могли смириться с другими порядками порядками которые не считались чувством индивидуального достоинства человека вот это рыцарское сословие индивидуальное достоинство государства для человека а не человек единица для государства кстати вот в связи как я уже упомянул понятием шлахетской демократии ее развитие первой конституции 1791 года это вот во время восстания это Костюшко шлахетская восстания но там было массовое участие крестьян это впервые под руководством Главатского Бартуш Главатский который получил артезарский титул и погиб крестьян и что интересно Польша как я говорю Польша 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 но это была польско-литовская государство там была масса национальных меньшинств откуда национальные меньшинства в Польше речь идет не только о литовцах украинцах белорусах потому что часть этих земель входила в состав речи поспорито но еще в 16 веке эпоха ренессанса как я упомянул Европа была охвлачена религиозными войнами для нас в ночь святого в Афоломеи это соседняя Германия это потоки крови о Польше просто до этого не могло дойти из-за того что в Польше свободно распространялись реформационные течения комбинизм литеранство и ряд других как она баптиста я уже об этом не говорю да почему потому что Шляхта сама выбирала слушала имела абсолютную свободу выбора и когда представитель благодарю представитель элегат папы обратился к Сигмунту Августа к Сигмунту Августа к польскому королю для Польши это ренессанс 16 век прекратить вот это распространение реформационных учений а не при массовой характере например лет два почти вся была каменистой прекратить это распространение то король обращаясь к Шляхте в парламент сказал я не могу быть королем вашей совести вот еще одно типичное отличение они могут я вам не диктую это ваша совесть диктует вам выбор конфессий значит помимо вот этих реформационных конфессий там существовали евреи а Польша начиная со средневековья дала приют евреям когда начались гонения начиная с Испании а потом Германии массовое переселение евреев потому что там их принимали как все другие они обрали там автономию внутреннюю культурно-конфессиональную автономию в случае некоторые ученые даже в конституции это было особое сословие потому что они обладали своими правами как сословия и даже в переводе с и девчонечка я не знаю насколько он тогда сформировался как язык и девчонечка но Полин тут отдохнешь переводился вот там нашли приют помимо этого еще один парадокс в тех странах Западной Европы где побеждала контрреформация сторонники реформации шли в Польшу убегали в Польшу там где победила реформация сторонники контрреформации оказались в Польше то есть представители вот Италии Германии Англии там были представлены Шотландии там были представлены все западноевропейские нации они там свободно сосуществовали в рамках своих конфессий и сохранилось свидетельство английского путешественника это шестнадцатый век если вы не знаете какой-либо конфессии существующей у нас в Англии а даже в Европе ну поезжайте в Польшу там вы найдете все это я перевожу близко к тексту вот этот феномен так вот обращаясь теперь к этой ситуации в национальном восстании итак Шлахетская республика уже массовое участие крестьянства а крестьянам полонетский привлечь так называемое обещал личную свободу земли костюр и что еще интересно я помню евреев еврейская кавалерия евреи были коневодами кстати еврейская кавалерия была во время гражданской войны мэйки россии еврейская кавалерия и он вылетел у меня из головы имя их руководителя ну ладно потом он получил титул полковника и потом геройский погиб уже защищая вот это я упомяну княжество великое княжество герцогство которое создало наполеон перед походом в Россию 1857 то есть я уже не говорю о том что участвовали и представители естественно украинцев белорусов литовцев еще в 1939 году кстати опробу вот этих национальных меньшинствах в польской армии 1939 год в польской армии существовала традиционная татарская караэра откуда они потому что еще витар великий князь литовский пригласил татар кримский татар они они играли там вот такую же роль как казаки в Украине то есть пограничные войска воинственный народ кстати даже караим до сих пор кто из вас бывал в Литве караимы до сих пор сохранились поставки а караимы это ремесленники врачи торговцы повторяю я уже не говорил об итальянцах шотландцах и так далее и так далее когда вы читаете манитую трилогию еще первым лауреатом Нобелевской премии кстати апропав культура первым лауреатом в Литву лауреатом Нобелевской премии поляр Семкевич каму грядеши в русском переводе кувадис в ординарном названии в латинском куда идешь ну вы там вспомните имена также и шотландцев которые не были полякими сражались то есть это была многонациональная страна и вот эта борьба за независимость позднейшая которую я уже перешел невольно вернулся в прошлом как раз связана земногосударственная система этих поляков наднациональная которая предоставляла равные права представителям других конфессий а конфессия в первые времена означала нацию каждое национальное семейное свое вероисповедение и каждые 20-30 лет восстание последующие крупные восстания в 1863 год кровавое было очередное связано с теми порядками которые установились уже после Николая с чем это было связано еще я знал это кстати русский народ сороков знал это мой дедушка значительная часть жизни прожил до революции рассказывал мне что в Польше отправляли наибольшее ничтожество на посты разных чиновников от меньших до высших почему потому что там они имели возможность сделать карьеру невозможно в России конкуренция русских талантовых людей вот в Польше они делали карьеру и такие компрометировали а потом я столкнулся с этим уже в научной литературе и русской прежде всего в польской литературе как русские компрометировали власть вот в силу того кто был кто занимал начальственные посты а по каждому отдельному русскому ну суть от всей страны вот эта компрометация поведения политика которую проводили эти чиновники на этих землях возглавили очередное восстание восстание 1863 года и мы тут сталкиваемся еще с одним феноменом это умение поляков безнадежных ситуаций мы все восстали возникали безнадежные ситуации но гордость чувство гордости превыше всего вот это гена это польский ген они каждый раз восставали так вот и умение организоваться это было не просто восстание они создали подпольные государства подпольные государства которые контролировали жизнь в стране были соответствующие всех министерств они военные в том числе они собирали налоги налоги естественно прежде всего шли на армию армия в силу своей малочисленности по сравнению с русскими войсками в конце концов перешла к партизанской борьбе и вот это была уже партизанская борьба по методам стилю пребыванию в русах но существовало это подпольное государство почему я говорю во время немецкой оккупации 39-45 год повторилось подпольное польское подпольное государство он считает польшу отсюда феномен польского сопротивления нас не очень кто-нибудь знает кто-нибудь специалист ну ладно это не тема не тема непосредственно я докладываю в данном случае я говорю о континууме как национальный менталитет обусловлено национальное поведение индивидуальное и общественное другая нация другое понятие индивидуума другое понятие чести а пропо чести кстати когда Гитлер континуум продолжение предъявил ультиматум Польши в 1939 году коридор Гданьск и так далее и так далее выступление Юзефа Бекова министра иностранных дел короткое без всяких выставить слов о фашизме и нацизме уничтожении нет у него повторялось периодически как Виктория позвучала чувство чести чувство чести нам не позволяет принять этот ультиматум чувство чести не позволяет нам учитывая эту мощь сохранить себя чувство чести остаемся собой то есть это повторяется честь хонор чувство чести вот это а пропо того чтобы как-то проиллюстрировать вот то о чем я говорю польская ментальность и в связи с этим почему я говорил о крестьянах горожан прежде всего евреи кстати очень многочисленного состава польского населения вот это этос в слохетском сословии постепенно начиная с эпохи возрождения 16 век распространялся на другие сословия на другие польские сословия в 16 веке ренессанс это естественно верхушка патриции городской население а крестьянское крестьянское население это уже вот я вам вспомнил обоставимая качество вартош-гловацкий это уже с конца 18 века все больше и больше распространено поэтому чувство этого польского крестьянина о евреях кстати 1863 год массовая манифестация поляков в Варшаве казаки начинают стрелять в эту безоружную толпу а впереди человек с польским национальным флагом и он один из первых падает его подхватывает еврей польский еврей несет этот флаг это тоже память вот это тоже очень символично точно так же как участие евреев в восстаниях и начиная с Костюшникова и которая была сказал и войска герцогства Варшавского не говоря уже войны то есть постепенно вот это первоначально сословно и в первоначально сословное Шлахетская Республика Речь Посполития Шлахетская а не Сайна Зроцкая Шлахетская Жечь Посполита Шлахетская Республика он постепенно распространялся как образец как себя вести каким будет индивидуальными Это индивидуальное отношение и о какой государстве, понятие государства. И это проражалось вплоть до обретения польской независимости. Обретение польской независимости, опять, мы говорим о вооруженном, мы в силу ограниченности во времени, вооруженного сопротивления. Но параллельно, я вам сказал, потому что у меня произвел почитание, народ себе. Так вот, параллельно, то, что мы можем называть культурно-научной просветительской деятельностью, уже в 1801 году, в 1895 год, конец государства, в Варшаве, Варшава, когда приезжала в Пруссию, остается научное общество Варшавы, ну, как бы, Академия наук. Не узконациональная группка, только одни свои. Там представители, выбирается представитель разных государств. Кстати, от России был Изболька-Рамзи, между прочим. Кстати, там тоже заседал один из евреев, местный еврей, Стерн, астрономик. То есть это интернациональная польская, но свое культурное действие. Мы собираем свою культуру. Они издают словарь польского языка, сборники фольклора, истории и так далее, и так далее, и так далее. То есть то, что поддерживает национальное сознание без национального государства. Позднее, так называемый органический труд, создать свою промышленность. Это особенно на территории Великая Польша, с центром Познана. Потом это же распространяется после восстания 1863 года. Параллельно. Создадим свою промышленность, свою экономику, своих бизнесменов, выражаясь современным языком, своих, чтобы было свое, свое развитие. И органический труд, а не только органический труд. Поднимать культуру, поднимать культуру простого народа, крестьян. То, что у нас делали земства в этот же период, помните, 70-е, 80-е годы, 90-е годы, 19-го века. Поляк, он назывался органический труд. То есть широкая культуротворческая деятельность при отсутствии национальной независимости. Почему? Мы все понимаем. Уже кончилось вот это сведение народа к одной. С чего начиналось? В одной группе. К одному. Мы, в частности, на одному сословию Шляпица. Вот кончилось. Мы все народ в этом создаем над сословием национальной. Параллельно. Широкое участие в традиционной борьбе. Ну, не буду кончинать. Вы знаете, БЭМ, например, внуковый во главе Венгерской, в Астане, в 1948-м год. Домбровский во главе коммуны. Парижской коммуны. Ну, не буду перечислять. То есть поляки участвовали во всех национальных восстаниях, а многих вы знаете из учебников нашей истории. И еще параллельно. Высшее деятельность, дипломатическое деятельность. То есть участие польской просвещенной среды в политической деятельности западных государств. Вот это польский фактор. Обычно обращают внимание и в польской историографии, и мы, ближе всего, в учебниках. И здесь мы же, и поляки, и мы сражались. Да, это было так. Но все больше и больше внимания уделяется на ту сферу, которую я сказал, мы поляки, да. Мы создавали своих предпринимателей, мы создавали посвященных вещам, поднимали их уровень. И еще одно, вот это дипломатическое деятельность. После разгрома восстания в 1830-х годах, это была такая массовая эмиграция поляков, которые можно сравнить с нашим массовой эмиграцией. После победы большевизма в 17-х годах, цвет нации, миллион, миллион у нас, у них это было просто восстание 1800-х годов. И вот этот центр независимой польской дипломатии, не только восстание. Кстати, Мицкевич участвовал в создании очередных регионов, где я говорю, Турция во время Крымской войны. То есть регионы были новые, постоянно были, но я сейчас припажу к другому, дипломатическое деятельность. И вот возник, так называемый, отель Ламбер, это центр, которым действовал Радам Ежич Артаристов, который стал во главе польского правительства периода, коррекция в Польске. Это представитель европейской элиты, лично знакомый, связанный с элитой всей Западной Европы. И вот это колоссальная дипломатическая деятельность, вот это отель Ламбер, которая воздействовала на европейские умы и европейских политиков. Поэтому, когда мы читаем там польский вопрос, проблем, польский вопрос был постоянно в сознании действия западной дипломатии, а постоянно, потому что существовал отель Ламбер и целый ряд других дипломатических организаторов. То есть Польша была также умственной и дипломатической деятельностью западной. Отсюда, в 18-й год возникновение Польши, вдруг сразу азарт, то есть быт. Да потому что, во-первых, польский вопрос существовал в умах, я имею в виду, в умах дипломатии. Постоянно, не только вдруг он возник во время Первой мировой войны. И несомненно, колоссальное значение имело стремление воюющих государств привлечь на свою сторону поляков. Потому что поляки составляют значительную часть населения в Австрове Венгрии, в Пруссии, не говоря уже о России. Поэтому, да, первым, знаете, из нашей истории, в 14-й год выступление великого князя Николая Николаевича, детки, последнего русского царя, с таким достаточно распутчивым, но определенным высказыванием относительно того, что вот, вот эта победа, Польша обретет, в этой русской победе, конечно же, определенные права. И далее начинается заигрывание, подобное же, это уже позже, в 16-й год, Австро-Венгрия, а затем Бруссия. В 16-м году, когда чаша-весовка, как помните, была, очень и очень неоднозначная в одну и в другую сторону, Австро-Венгрия и Пруссия, создает таки в Варшаве Регинский совет, то есть, центр польский, состоящий исключительно из поляков, который является началом польского правительства, а вследствие победы, а вы помните, когда еще в Большой Викинии пришли к власти, какую-то громадную территорию Российской империи захватили, немецкие войска. Вот вы, получатель, мы создаем независимое польское государство. А вы создаете польское правительство уже теперь. Почему это нужно было? Потому что до этого была неудачная попытка Австро-Венгрия подчинить себе польские войска. А польские войска, это имя одного из крупнейших деятелей 20-го века, Юзова Пилсуцкого, который создает опять-таки польские регионы на территории Австро-Венгрии, которые участвуют в борьбе на стороне Венгрии и Дмитрии. Но, когда от него эти власти потребовали присягать на верность, это что значит, потому что это для подчинения, а у них была своя цель. Воспользоваться победой этих стран, победой над Россией. А подчинение, это значит, потрата самостоятельности и невозможность что-то вкусить от этой победы. Они отказываются подчиняться. В результате этого Классоцкий был закрещен Могдебургский крепость, часть регионов распущена. Вот так теперь, вот это следующее, мы создаем Польский как правительство, вы обретаете независимость, вам подчиняются поляки, опять-таки польские, Польниши Вермахт, Польниши Вермахт, это значит, польские войска. И поляки сражаются с Польниши Вермахт, но уже он подчинен, это ли прото-правительство, назовем неусловно так, этому Калитинскому Совету. Ну и этот Брестский мир позорный, заключенным большевиками, разложение Восточного фронта, подвижение западных союзников, в конце концов, и этот Польниши Вермахт и поляки, по стороне, которые сражались на стороне России, кстати, часть вот этих легионов, ушла, поговоря с своим генералитетом, просто ушла на территорию России, еще сражающейся Россией, а потом через Россию, когда у нас началась вся эта нерасберика после большевистского переворота, они ушли в Англию, вырезвить во Францию, и там создалась такая голубая армия, у них были голубой нюндира, которая сыграла колоссальную роль победы западных союзников на Западной фронте. И вот теперь эти войска подчиняются уже вот этому своему правительству, которое из первоначальной русской группы превращается уже в более-менее полноценный центр, объединяющий поляков, сражающихся по разным сторонам фронта, ну и прежде всего поляков, которые сражаются на стороне Антанта против странства Евгения и Пруссии. Итак, тут, опять-таки, помню, вот это отель Ламбе, вот эта победа западной демократии, западной дипломатии, не будем забывать, вот об этой другой линии поляков, и другой линии польского дельного веса в истории Европы. Как вы помните, в январе 2018 года, это знаменитый манифест, Вудро-Вильсона, 13-й пункт, свободы для Польши, война продолжается еще. Откуда? Вот это действие, это общественное мнение на высшем уровне дипломатии и лично, потому что национальный комитет создается во Франции, и кроме того, в него входит знаменитый, любители музыки, это знают, Тондорецкий, композитор, пианист, под обаянием, который он находился, Вудро-Вильсона, и не кто считает, что Польши непосредственным воздействием Кандуляцкого возникает этот 13-й пункт, свобода для Польши как создание независимого польского государства, в результате победы там. А в Париже действует вот этот польский комитет, польского рода независимое польское правительство, и тут не все свести к одному знаменателю. То есть, с одной стороны, главная ориентация, два имени символизируют их дальнейшую историю, два имени следующей судьбы Польши. Это Пенсусский, упомянутый ему новым, которого австрийцы вынуждены были отпустить, который приезжает в Варшаву, этот рейтинский совет, передает ему всю власть, и он становится, как право, начальником польского государства, так же, как Костюшко в свое время. Костюшко тоже был право, что начальником польского государства. До этого был сформирован социалистический комитет, польская социалистическая партия в Люблине, первое независимое правительство, по-голездашинистским, крупнейшим деятелем польского социалистического движения, которое полностью слагает в себя обязанности, передает также власть Пусутскому. Следует сказать, что Пусутский до этого был деятелем польской социалистической партии, создавал рабочие дружины еще во время революции 1904-1907-1907 годов. Был сослан в Сибирь, в общем, из него все прелести тех времен. Но, когда началось вот это общенациональное движение, его знаменитая фраза, раз его поставили во главе, начальником, он сказал, я на остановке независимость выхожу из красного трамвая, то есть по надполитике. И этот человек действительно до конца жизни присылал такие наднациональные, общедемократические ценности, независимо от разнородных национальных составляющих польского государства. Но Дморский, Роман Дворский, Дморский, который играл крупную роль в Париже в это время, вместе с Пандурецким, Дморским организатором, у него другая концепция была, то есть называется национальная демократия, где основной упор делался на одну нацию, которая сплачивает вокруг себя и подчиняет себе другие нации, что вы понимаете многонациональным государством было чревато. И действительно, потом, когда возникла независимая пророчная, вот эта распространение концепции Дморского имела весьма и весьма неоднозначные последствия. И, как сказал один из крупнейших деятелей польской эмиграции уже после Второй мировой войны, Ежик Идрольц, редактор культуры, журнала культуры Парижа, Польша правит два гроба. Гроб Пилсудского и гроб Дморского. Давно их нет, но вот эти идеи продолжают жить. И вот это внутреннее неоднозначное. Так что, повторяясь одному знаменатору, все, о чем я говорил, нельзя сводить, нужно учитывать вот эти составляющие, в том числе военные и не военные пути создания государства. Все это нужно учитывать, но, по сути, то, откуда это все возникло. Мы, пока мы живем, живет и Польша. И вот это мы в конце концов решило, что народ уже в шраком смысле этого слова сохранил себя и реализовал свою идею, опираясь как на собственные силы, возможности, усилия, мечты, в конце концов, как же часто мечты разгром, восстаний были утопическими, а с другой стороны опираясь на конкретику вот этого создания своей экономики, своего просвещенного класса нового крестьянства, культурного крестьянства. А с другой стороны это высокая политика, высокая дипломатия, которая тоже сыграла колоссальную роль в обретении этой государственности 11 ноября 1918 года. А вот эта песенка, которая не создавалась как гимна, она играла роль национального гимна вот во времена герцогства Варшавского это 1807 год, 1815 год. Потом во времена королевства Польского в 30-е годы разгромки. Повторяю, неофициально, официально она застала, утверждена независимым польским государством в 1926 году. И вот до сих пор является польским национальным гимном. Никто не придумывал вот это само собой. Вот эта песенка «Мы» стала польским национальным гимном до сих пор и оставалась национальным гимном даже после 1945 года. Это уже другая история, когда благодаря советским штыкам создавалось то, что стало называться Польская Народная Республика. Но это уже другая история, так же как продолжение этой истории, это феномен польской солидарности и обретение, как сейчас называют поляки, независимости после 1991 года, когда они создают уже свое избранное имя самими правительством, не опирающиеся на чужие штыки, которые призваны воплотить в жизнь их национальные мечты, как это представляют все поляки. Но опять-таки тоже помню, пытаясь понять современную Польшу, это же естественно, униум польского короля я не могу быть судьей вашей совести. Вы разные, отсюда разные выборы, отсюда и Польша разная, и нынешняя Польша разная, но она демократическая, и поэтому она разная. И нынешняя Польша, вот она, к одному знаменателю ее не сведешь. Но ее уже создали сами поляки, поэтому они считают ее своим государством, при всех внутренних различиях, внутренних распри, современной Польши, но это их государство. Их представление, каким государством должно быть. Государство для человека, для человека государства. Но при этом я кончу и, конечно, выслушаю ваши вопросы. Можно мне сказать пару слов? Я сам родился в Польше и отец кавалерист польский. И я хотел вот дополнить на прошлый раз на вашей лекции. Это Польша дала высочайшую культуру, особенно городу Львов. И вот то, что вы говорили в 1800 году, Львов состоял 82% поляков, на втором месте были евреи, на третьем украинцы, а на четвертом Вермения, Армения, тоже было полосами. Я хочу сказать, что каждый второй дом во Львове это польский. Каждый театр, каждый монастырь, большой театр, львовский лукчить, это построен польским архитектором и польским всем. Я хочу такую большую признательность поздравить столетию Польши, она намного больше и намного старше Польши. Я хочу сказать, вот во Львове сейчас Академия Католиков очень профессиональных выпускает, это благодаря Польше. Я хочу сказать, что вся культура шла через Украину, Белоруссию, Россию. Это мы хотим сказать, что с Магадана шла культура. Это неверно абсолютно. Второе, в прошлый раз нам задали вопрос с вами, почему не любят в наше время поляков. Я задаю, то есть поляки не любят Россию. И мы вспомнили с вами Хатынь. 20 тысяч человек, абсолютно невиновных, абсолютных, было за неделю расстреляно Хатыни, под Харьковом. Просто за так. Мы до сегодняшнего дня как-то так аккуратненько это обходим. Вроде да, вроде нет. Нет, мы преемники. Мы должны сказать полякам, это вина НКВД, вина верия. Здесь народ абсолютно не участвовал в этом деле. Но мы должны сказать об этом. И нас за это может и полюбят. А за что ж, когда мы это так вот и туда отвечали, я тоже тут правда отвечал. И я хочу поблагодарить вас за эту прекрасную лекцию и представителя пана из Польши поздравить с этим и спасибо вам. Я хотел бы добавить тому, что вы сказали, поляки когда говорят в этом преступлении, а это преступление это геноцид, уничтожение польских военнопленников больше 20 тысяч уничтожение военнопленников. Я уже не говорю о массовых депортациях поляков, только потому, что они поляки советского депортировали в первые половины 30-х годов и во вторых половины 30-х годов два депортации поляков за то, что они поляки. Я хочу сказать, что поляки, то есть мыслящие поляки, они отделяют понятие системы власти старинщин, НКВД от понятия русских, русские люди. И в польских публикациях всегда подчеркивается, во всяком случае, тех культурных, которые я читал, речь не только о научных работах, а публицистике, подчеркиваю, НКВД, они говорят русские, НКВД, большевики, или советы, у них образованы как советские советы, или советы, они не говорят русские, когда говорят об этих преступлениях власти. Они отделяют русских людей от преступлений власти, советской власти. Это одно. И второе, казалось бы парадоксально, но колоссальная популярность русской культуры. Причем я имею в виду не только вот эту русскую классическую культуру, я имею в виду вот то, то культуру, высокие образцы культуры, которые были созданы в годы советской власти. Русский фильм, русский театр, русский балет, да. Вы не представляете себе, какой популярностью пользовался взамен хор Александрова. Там, казалось бы, военный, уже сам мундир можно настораживаться. Билеты трудно было доставать. Причем только в Варшаве, в провинции я во время работал в Турене, в Туренском университете, родина Каперни. Там невозможно было доставить билеты. Колоссальный популяриз искусства. Вот как искусство, я вам говорил, Иван Сусанин, жизнь за царя, русские, аплодировали убийцам Ивана Сусанина. Вот там также отделяли русскую, и отделяют русскую культуру от системы власти. Еще один пример. Вот в этот период какой самый популярный советский писатель это были социологические исследования в Польше. Как раз когда они обретали вот эту новую независимость. Булгаков. Номер один. Я до сих пор помню, у нас в те времена невозможно было купить Булгакова, но его можно было купить в советских книжных магазинах в Польше. И вот я зашел в Варшаве в книжный магазин, господи, боже мой, есть Булгаков. Я купил трехтомник Булгаковский. Тут же перебежал, через дорогу там был парк, я сижу на скамеечке лежат эти вот там, раскрыл и просматриваю, что туда вошло. Идет поляк, так, средних лет, 30 было, сдалека смотрит, видит Булгаков. Где купили? На русском языке. Где купили? А он напротив в советском магазине побежал покупать. Вот это уже мое личное впечатление. Так что, повторяем, мыслящие поляки, у нас есть же шавинисты свои, доморощенные, они есть в каждом народе. Чего говорить? Шавинисты. Они есть у поляков, у нас, у французов, у немцев, это мы хорошо знаем даже по нашему телевидению, нашей прессе. Всего до этого добра хватает. Другое дело, было их удельный вес. Так вот, в Польше часто преувеличивают вот это русофобие. Вот это мыслящий человек, он не позволяет себе русофобию, он разделяет. И более того, если вы смотрели, может быть, некоторые раз смотрели фильм Катынь, того же Вайда, опять Вайда, не смотрели, его показывали, естественно, в ограниченных театрах, его показывали. И вот там это звучит. Они не говорят русский, они говорят так, как говорили поляки в то время, вот пришла эта Красная Армия, говорят, совете, то есть советские, не русские. И так было. И так было это разделение советские и русские. Вот. Так же, вот это мы тоже должны учитывать. А, музей Высоцкого там есть. Вот же, как заполнен. Да, как популярен Акуджаву прекрасно говорят, Есенина, Маяковского. Песни поют. Вот я в компании когда сижу, они Акуджаву поют, наверное, больше, чем у нас. Акуджаву популярен. Да, да, в фестивале есть песен Акуджавы, которые исполняют польские актеры. Сотского знает хорошо. Да, так что это продолжается до сих пор. Так что, повторяю, разделяет нормально мыслящие поляки, разделяет режим и великую русскую культуру. Которую я отношу и то, что было создано уже на советской власти. И ценят очень. Да, потому что, думаю, не назовете Булгакова советским. Русский писатель, который писал в советские годы. Вы не назовете Высоцкого советским певцом. Русский певец, который пел в советские годы. Вот поэтому я к русской литературе отношу и высочайшие достижения русской культуры, созданные и в советские времена. Так что, не будем преувеличивать часто пропаганду. Наша пропаганда говорит о русофобии. Господи, боже мой, совсем недавно по радио выступал есть такой достаточно известный наш журналист Шевченко. Не знаю, известно ли вам это по имени. Полисов. Максим Шевченко. Максим Шевченко. Он знаменитец вообще-то. Так вот, я и говорю, знаменитый Максим Шевченко. В очередной раз Я его не поймешь. В очередной раз я слыхал его выступление радио Эго Москвы. То есть, интервью с ним было. Который в очередной раз нос чушь. Чушь. о том, что Польша дала Гитлеру 500-тысячную армию. Это государство, это чушь такая. Государство, которое имело подпольное государство. Армию, сражавшуюся до конца, армия Краева. Помимо армии Краева существовали другие. Армию на западе, которая подчинялась лондонскому иммиграционному лондонскому правителю. 500 тысяч поляки дали Гитлеру. Ну и что, ну, я возмутился, почему Эхо Москвы порядочная радиостанция, почему кажется, женщина проводила интервью. Может быть, она сама не знала. Просто отдернуть его, парень, какой чушь ты несешь. Понимаете, здесь просто безответственная пропаганда вот таких людей. Я уже не говорю, это фигура, это всегда известная, вы сказали, очень известная, политолог и журналист. А сколько говорят вот такие маленькие, ничтожные, которые повторяют, готовые, шовинистические, антипольские истины. Мы должны понять, поляки разные. И то, что я вам говорил, просто нужно учитывать. Есть такие и такие. А что касается ксенофобии, то это отнюдь не национальная черта. поляки. Есть, да, как у нас есть, жидоеды, ненавидящие украинцев, грузин, кого угодно, поляков. Есть нормальные русские, которые судят о человеке, независимо от национальности, а зависит от того, порядочный это человек или сволочь. Извините за выражение. Это в каждом народе. И поэтому не нужно обобщать вот эту ксенофобию, русофобию поляков. Да, она есть, но она не решающая, она не определяющая польские национальные корректы. Есть по отношению к русскому государству. Я бы говорил, вся эта история поляков, эти восстания каждые 20-30 лет. Да, но они что против русских были? Они выступали за вашу и нашу свободу, о чем я сказал. Это даже Мицкевич, который нас так популярен, который нас так любит, передает, написал, дословно цитировал. И как велик был поляк, который написал «За вашу и нашу свободу». Это сын угнетенного народа. Он написал не за нашу, а за вашу и нашу свободу. Вот, поэтому я хотел, чтобы вы ученивали вот эти моменты. поляки, они разные. Вы знаете, хотел бы напомнить, в прошлом году я ездил по Польше. У меня так получилось, вдруг переехал в Варшаву жить, пригласил на Марзурские озера, поплавать. И мы, в основном ситуации, взяли машину и поехали вот так, через Гродно, Белосток, озера, Варшава, Брослав, Краковка, ну, поздно не были, любили не были. Уважаемые гости библиотеки, везде были. Первое впечатление, вот мы заехали в Восток, просим вас подготовиться к выходу. На площадь, да? Завтра в 11 часов мы будем рады видеть вас снова. Против Сталина, против НКВД, у меня фотографии с собой, кому интересно, все покажу. Мы подумали, ну, наверное, как-то странно мы заехали, вот, я уже не говорю, как там на российские номера, у нас машина российская, смотрели. Поехали в Варшаву, гуляем там парк, все, там памятник Шопену, все прекрасно. Опять агит-плакаты, да? Мы уже там и против Гитлера, слава Богу, вот, не только против Сталина. Потом идем по переходу, видим там другие агит-плакаты. Вот, и это очень важный аспект, вот, в разговоре про русофобию отношения двух стран, как и на официальном уровне, да, так и просто на уровне обычных граждан, что есть позиция людей, есть возможность вот так открыться, собраться, пообщаться, да, а есть позиция, официальная часть страны, которая, к сожалению, как-то, на мой взгляд, очень однобокая и некорректно настраивает своих сограждан, подпитывать этого русофобия, о котором вы сейчас говорили, ну, там, в отрицательном контексте, да, что июня. Все фотографии есть, очень ужасные, и, ну, честно говоря, мне кажется, просто неграмотные вообще, вот, с точки зрения, там, восприятия истории, просто неграмотные. То есть вы считаете, что антисталинские лозунги и против НКВД, да, это антирусские? Как я вас понял, извините? Я не так выразился, не надо, мы что-то меня правильно поняли. Примеры были именно такие, два примера, которые вы привели, одни. Нет, нет, смотрите, там примерно так, да, то, что там, вот, СССР, там, Сталин, там, КВД, мужчина убивает, там, женщину, держащую там, на руках ребенка, да, то есть это, ну, такой эмоциональный эффект специально все это вызывает. И плюс тут же и Гитлер, да, и там ответственность, там, Сталина, Гитлер, Прираминс, я немножко сейчас так литературно, литературно, выразился, немножко удивился. У СССР и Германии фашистскую, как бы, одну доску. А потом, я нашел недавно, что в 2008 году, 10 лет назад, Европарламент под давлением поляков и прибалтийских стран принял закон. Они теперь 23 августа отмечают день, там, как-то, ну, нетерпимости, или как-то, ну, сейчас могу найти, там, дословно, к стренизму и, типа, и к нацизму. То есть, конкретно приравняли. А повод для принятия такого, там, ну, как-то, я не знаю, праздника, да, является, пакт, там, 39-го года. Но, при этом, там, в том же Европарламенте никто не говорит о том, что Польша вообще первая вступила, там, Чехословакию, еще на сутки раньше, чем Гитлер. Вот. Ну, я так извиняюсь, нет, нет задачи. Это как детские данные, что-то. Нет, короче говоря, я вас так не понял, да, ну, все правильно, там не все равно. Я так и не понял, что там понимать. Тем более, тем более, что я повторяю, сложная история, сложная история. Сколько поляки вытерпели от Сталина Катынь? Будет вам Катынь, там кроме Катыни еще куча будет. Вопрос в том, национальный менталитет поляков, они, национальный менталитет поляков, они относят себя к славянским народам или к кому-то там еще? Несомненно. Несомненно. У них так же, как и у нас, у Чехова, у людей были, в течение... Католицизм почему тогда там? Католицизм. Католицизм, почему есть там славяне? Это нормально. Не понимаю вашего вопроса. А что, славяне православные? А кто же еще? Хорошо, перечисляю. Давайте. Православные. Русские, украинцы, белорусы, болгары, сербы. Греки забыли. А? Греки забыли. Они что, славяне? Пардон. Еще какие? Греки? Да. Тогда нам не о чем разговаривают. Не о чем? Это Византия. Ну и что? А византии? А византии была не православная. А то, что славяне? А какие? Люди не будут вас посвящены. Греки не славяне. Греки не славяне. А дальше есть чехи, словаки, словенцы, сербо-хорваты. У них католики и протестанты. Разрешите мне, пожалуйста, я представляю общество культурных и деловых связей с Польшей. Мы организовались в университетской, как говорится, среде. Ну, есть такая академия, академия социального управления. И президент нашего общества, Станислав Иванович, все же. Он сам родом из Львова и так далее. Мы с ним дружим. Ну, вот он меня попросил здесь, во-первых, поздравить организаторов и гостей этого форума. И действительно, мы с надеждой смотрим на то, что российско-польские отношения будут все-таки, как говорится, поддерживаться, сохраняться и развиваться, по крайней мере, в культурной и в деловой части, которую мы можем. Я бы хотел просто от себя лично пригласить вас всех. У нас не в рамках этого месячника, но у нас своя программа. И фактически 20 ноября текущего года в нашей академии будет проходить международная научная конференция России и Польши «Дело в культуру», приуроченная 220-летие со дня рождения Адама Мицкевича и Александра Кушкина. И в данном случае, да, мы уже пригласили, во-первых, ряд наших ведущих ученых, и, кстати, вот имейте в виду, может быть, и вы тоже примите участие. Я не получил. Вот, но получите, если захотите. Вот. И в данном случае сегодня прозвучала и Адам Мицкевич, Крымская... А Мединский будет? А? Мединский. Нет, Мединский. Мы его еще не пригласили. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что, с одной стороны, я сам являюсь уроженцем Крыма, и когда я наткнулся на... извините, я наткнулся именно так, Крымская санята Мицкевича, думала так, и вот тут как раз вот эти сады, думают, мне надо обязательно, как говорится, посмотреть, почитать. Вот, действительно, я как углубился, и все. Эту неделю я не вылезал из книжных, этих самых, действительно, богатейшие связи Мицкевича, и, я не знаю, и Декабристы, и Когат, и Рельеф, там все, это настолько богатейший слой, что я хотел, хотел поделиться на этой конференции, подготовил сообщение, как раз-таки, Крымская санята, и Адам Мицкевич в кругу, и с Декабристами, и с других, как говорится, как говорится, так что я вас всех приглашаю, если хотите, подойдите ко мне, я вам дам, как говорится, свою визиточку, и, если хотите, принять участие, или хотя бы послушать, там будет очень интересно. Извините, пожалуйста, я тебе, мы не перейдем. Может быть, бивчево?